Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Друзья, смотрите, что мы делаем В прошлый раз у нас были проблемы Ну как? Это не в этот день, конечно А сейчас раннее утро Значит, как вы все поняли У нас колесо задевает об арку Пытаемся немного завалить колесо Вот туда Чтобы оно не было не задевало это во первых во вторых нам нужен хороший развал для кольца то есть вот колеса обычно машина стоит а нам нужно поставить их вот так соответственно сейчас мы сделаем минус 2 спойна градуса именно на задних колесах и поставим еще другие колеса назад после того как мы все сделаем более тонкую резину но на самом деле на халдексе не имеет значения какого пусть это муфта у квадро постоянный полный привод а халдекс это муфта соответственно на халдексе не имеет значение какого типа резина главное чтобы общий диаметр колеса был одинаковый то есть вот расстояние вот отсюда вот досюда но некоторые говорят о том что путают понятие диаметр и радиус вот например есть у нас резина r17 значит некоторые люди думают что это 17 радиус радиус от расстояния от центра вот до края вот она вот отсюда а диаметр это вот отсюда и досюда линия должна ровно пересекать центр окружности вот это вот вот это вот диаметр соответственно диски в 17 например спешит это всегда 17 диаметр не радиус r это обозначение радиальной резина радиальная так скажем но это не радиус поэтому вернемся к нашим к нашей теме мы сейчас поставим разные колеса но диаметр у них будет одинаковый то есть расстояние вот отсюда вот и до сюда можно поставить например 16 колесо но толще резину и все равно общий диаметр колеса будет одинаковый в общем вот такая вот небольшая вот математика соответственно у нас впереди будет максимально хороший зацеп то есть максимально хорошие если мы например вспомним первую audi rs3 которая была с пятицилиндровым мотором она естественно достаточно быстрый автомобиль свое время у него тоже был такого такой же how does вот даже у нее передние покрышки завода были шире чем задние то есть мы сейчас немножечко повторим то есть у нас будет максимальный зацеп тут у нас будет максимально заднее легкое колесо и мы чуть-чуть поднимем автомобиль а низ мы чуть-чуть за низим то есть у нас будет так скажем молоток молоток с весом впереди с хорошим зацепом а за она сзади всю нагрузку мы убираем и думаю вот за счет этого мы попробуем добиться идеальной управляемости а 10 лет назад мне сказали выгнать такой двинарь я бы наверно просто 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 я до сих пор вот тачка на автомате это просто жесть и так сейчас небольшое отступление знаете помните историю как я поставил доводчики зимой и так друзья сейчас немножечко отвлечемся значит вы все знаете как я люблю геленваген свой там это у меня автомобиль дорожный да то есть я на нем езжу каждый день не использую практически на бездорожье кроме там сравнительных тест-драйв которые там все видели значит есть на вопрос который меня себя мучил я конечно люблю брутальность дверей все остальное этот звук но если каждый день сталкиваться в городе со всей дуре хлопать это конечно чуть напрягает поэтому смотрите я уже наверно не в одни в каждом видео ну ни в одном видео вы уже видели это прекрасно значит смотрите поставил доводчики причем доводчики нашего производства от компании smart gear который ходит состав компании киберкард очень удобно то есть есть комплекты на две двери есть комплекты на 4 двери все ставятся в штатное место то есть у нас они идут на обычные замки то есть проблем никаких нет они сами себе даже по моему тише чем оригинально естественно они забрали в мои замки и но прислали мне свои все никаких проблем поставили за пять минут очень удобно они также системы ходить в 5 спящий режим не сажают не блокируются в общем сколько они стоят и туда-сюда посмотрите по ссылочкам в описании думаю вам будет очень полезно особенно владельцам геленвагенов это избавляет от многих недочетов этого автомобиля раньше вот что мне не нравилось раньше то раньше когда даже вот если привык хлопать ты если кому-то сажаешь в машину например человека который никогда не ездил геленваген он никогда не закрывает до конца то есть он хлопает и ты так усеешь блин сказать что надо или не надо то есть вот это очень удобно так вот они в общем то так скажем эти доводчики прошли вот самое жесткое испытание просто на гелике но знаете это очень сложно зиму вот все морозы и сейчас я могу с уверенностью вам сказать о том что они действительно качественные хорошие и ссылочку на них я оставлю в описании идеально просто итак друзья знаю сейчас мы испытаем нашу новую конфигурацию с учетом задних измененных углов с учетом хорошего держака на морде еще хотелось бы уделить внимание например массе той же распределять тоже сравнение столь легендарный rs3 кстати это один из подписчиков телеграме мне напомнил про этот автомобиль ну вот посмотрите несколько машин есть во вторую и обратите внимание ссылочку конечно я оставлю в описании что на данный момент на ту технику которая есть что в них установлена в принципе стоят они достаточно недорого но в общем проходите по ссылочке в описании там всегда будут актуальные модели значит у нас если сравнивать опять же с той же самое rs3 то есть у rs3 в чем минус да может ли он один цилиндр больше но во первых у нее на морде лежит более тяжелый мотор во вторых сама по себе сам по себе автомобиль тяжелее по что у них салон напомню мы взвешивали этот автомобиль на весах и масса насколько я помню одна тонна 380 килограмм что в принципе для полноприводного автомобиля неплохо но и еще для распределения веса если мы вспомним опять же у той же самой audi rs3 был полноценный салон то есть ну есть некоторых машин сейчас и здесь у нас опять же преимущество у нас нет салона но есть каркас и вес у нас этого каркаса начинается после чашек то есть у нас более-менее по массе тачка уравновешенная то есть у нас легче морда легче машина и каркас у нас как бы чуть-чуть довешивает заднюю часть ну типа имитируя так скажем собранный салон но опять же этот вес у нас идет после чаши так что сейчас с учетом углов с учетом зацепа с учетом настроек подвески мы отрегулировали так что ну тут карман конечно не видно сейчас ночью стоит на пригорке но у нас жопа сейчас чуть выше чем перед а перед у нас мы немного занизили поэтому сейчас мы попробуем эту новую конфигурацию на ходу ощущение как ракете как будто куда-то собираюсь ехать прям когда на ней пройтинг на ну пробуем блин никак мощности мотора не привыкнул руль тяжелый стал меня сейчас нет я и и и и и и и и и Продолжение следует... 6 Продолжение следует... 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 До встречи!